Спектакль «Щелкунчик» от Национального балета Канады стоит особняком его репертуаре. И не только потому, что появление его названия на фишах почти всегда означает праздничную пору, а также из-за своей грандиозности. Эта театральная трактовка легендарного произведения великого Петра Чайковского создана тоже удивительным человеком Джеймсом Куделкой. Впервые этот балет представили в 1995 году. И с тех пор этот спектакль снова и снова возвращается на радость публике. Даже когда его создатель, хореограф Джеймс Куделка, покинул театр в 2005 году и вместо балета занялся выпечкой хлеба в антарийской деревне Виттория, в спектакль приходили новые артисты и хореографы, но его зрелищность оставалась неизменной. За почти 20-летнюю историю эту постановку «Щелкунчика» посмотрело почти миллион человек. А сам спектакль не просто стал частью праздников, но также теперь состоит из целой серии рождественских традиций. На создание канадского «Щелкунчика» было потрачено 2 миллиона 700 тысяч долларов. Правда, с тех пор этот спектакль принес 47 миллионов 200 тысяч долларов прибыли. И такая популярность понятна, ведь даже по меркам больших театров Европы на сцене разворачивается нечто грандиозное. В каждом спектакле занято 233 артиста, из них 50 – из балетной труппы. И в каждом спектакле забавные трюки и всегда вызывающие одобрительный смех публики сценические персонажи, например, мышки, которые носятся по сцене, или медведя на роликах. Но не только трюками на балетной сцене привлекает внимание канадский «Щелкунчик», а также и традициями. Вот, к примеру, сопровождающий пушку, тот, который справа от нее. Казалось бы, обычный актер, одетый в яркий костюм в петрушке. Но нет, никакой это не актер, а мэр Торонто Джон Тори. По традиции, в каждом первом спектакле рождественского сезона в роли сопровождающего пушку, залп из которой знаменует начало баталии, появляются разные знаменитости. А вот дети, одетые в костюмы овечек. В этих несложных цинических ролях обычно выступают студенты местной балетной академии и якобы дети меценатов, щедро поддерживающих балетную компанию. Эти милые традиции тоже часть рождественского феномена под названием щелкунчик. Наверное, такую популярность щелкунчика можно объяснить именно тем, что даже взрослым людям иногда требуется сказочное вдохновение. И, возможно, некоторые скажут, что спектакль «Щелкунчик» от национального балета Канады это не совсем балетная сказка, но с тем, что она зрелищна и грандиозно красива, с этим никто поспорить не сможет. А что еще нужно для вдохновения? Только красота!